Всем привет! Акула гонится за китом, хочет его укусить, но кит большой, он создаёт волну и уходит от преследований. Хар-хар-хар! Доброе утро, ребята! Серёжа, что за морская погоня у тебя с утра пораньше? Ну смотри, у меня есть акула и кит. Я их нарисовал и вырезал из картона. Но это не сама поделка, а заготовка к одному необычному механизму. И сейчас вместе с тобой, ребятами, мы его смастерим. Ну вот это интересно! Давай скорее начинать! Хорошо, для работы нам понадобится, ну кроме самодельных фигурок акулы и кита, два компакт-диска, с одной стороны которых я наклеил цветную бумагу. Клей-пистолет, он у нас всегда рядом. Вот такие картонные полоски, маникюрные ножницы, две крышечки от пластиковых бутылок, две металлические гайки и вот такая деревянная шпажка. Ну какой же механизм без гаек? Согласен. Итак, сначала нам нужно приклеить фигурки к картонным полоскам. Используем клей-пистолет. Ребята, напоминаю, клей в пистолете очень горячий. Попросите ваших родителей вам помочь. Приклеиваем вот здесь, сверху. Акула и кит. Готово. Теперь проделаем в каждой полоске маленькое отверстие при помощи маникюрных ножниц. Ой, лучше тоже доверить это папе или маме. Серёжа, а гайки куда? Сейчас всё увидишь. Я покажу ребятам, какое нужно сделать отверстие. Вот такого будет достаточно. Аккуратненько, не помните картон. Ты спрашивала про гайки, Картош. Да. Их нужно зафиксировать на картонных полосках в самом низу. Вот здесь. Наносим клей. Переворачиваем заготовку. И приклеиваем с обратной стороны. Вот здесь. Помните, в самом низу, ребята. Интересно, а зачем? Я думала, мы что-то, ну, закручивать будем. Нет, они нам нужны для баланса. Для баланса? А, понятно. Ну, если честно, непонятно. Что такое баланс? Давай спросим об этом нашего профессора. Давай. Когда люди слышат слово баланс, то подразумевают равновесие. Но оказывается, это не совсем одно и то же. Равновесие значит удерживать и осуществлять контроль на статичном положении тела. Например, когда дети играют в игру «Море волнуется» и изображают различные статуи. А баланс – это возможность держаться сбалансированным тогда, когда происходит движение. Например, когда ребенок бежит или едет на велосипеде. Итак, пришло время собирать механизм. Берем деревянную палочку и диск. Проткнем картон деревянной палочкой. Готово. И наденем сюда крышечку от бутылки. Вот. Видите, внутри крышки я также заранее сделал отверстие. Да, вижу. Но вот пока не ясно, как этот механизм будет работать. Все очень скоро вы поймете. Так. Вставляем. И с этой стороны также закрываем все крышкой. Ну что, все готово? Практически, Каркуша. Давайте зафиксируем получше диски, приклеим их к крышкам. Сделаем это при помощи клея пистолета. Вот так, отлично. То же самое с другой стороны. Теперь точно готово. Давай же скорее испытаем наш механизм. С удовольствием. Раз, два, три. Вот это да. Акула гонится за китом. Ой, ну не может его поймать. И еще раз. Вот так вот. Смешно получается. Может быть, они устроили соревнование? Точно. Они обгоняют друг друга. Ой, какая классная механическая игрушка у нас получилась. Она работает по принципу маятника. Ну а наше занятие окончено. Придумывайте свои оригинальные поделки, мастерите их и присылайте фото к нам. Лучше мы покажем в эфире. С добрым утром, малыши! Отличного вам творческого дня. Пока! Пока-пока-пока!